Запуск Диабло 4 состоялся 11 недель назад, а новости продолжают поступать с завидной регулярностью. В связи с этим необходимо напомнить, что на этом канале, каждое воскресенье в 14.00, вы можете получить краткую выжимку основной информации и обновлений от разработчиков. Так что подпишитесь, чтобы не пропустить. Сегодня в центре нашего внимания окажется пример настоящего героизма пользователя, чрезвычайно важное интервью по предстоящему второму сезону, а также неожиданный, но идеальный итог для четвертой части франшизы. Об этом и многом другом о мы поговорим буквально через минуту, но вначале мне бы хотелось передать слово моему постоянному спонсору. Как известно, там где собираются двое, сразу возникает экономика, поэтому едва появились первые онлайн игры, народ тут же принялся строить виртуальный капитализм. Сначала все торговали на доверии, вскоре это царство лохов, то есть молодой рынок, наводнили мошенники всех мастей, тут же превратив его во что-то среднее между Диким Западом и Вестеросом. Все норовили развести всех, прежде чем разведут их. В результате мораль в комьюнити падала, а подозрительность напротив росла. Так появились гаранты. Они предлагали проследить за тем, чтобы и продавец, и покупатель в результате получили обещанное, и никто никого не обманул. Но у одних гарантов навык мошенничества был прокачан настолько, что позволял кинуть обоих участников сделки сразу. У других же комиссия была такая дикая, что это почти напоминало кидалово. Да и мир не стоял на месте. Новые игры выходили постоянно, и в каждой была своя валюта, ключи от кейсов, питомцы и прочие золотые автоматы. Ну и, конечно же, свои 120 уровней, которые нужно было вкачать. На поиск нужного предмета или услуги теперь требовалось времени больше, чем, собственно, на игру. Приходилось сидеть в тематических форумах, ловить предложения и при этом еще следить, чтобы тебя не кинули. Затем появились магазины. Торговать стало безопаснее, но их ассортимент вызывал смех, заказы обрабатывались медленно, зато наценка была конская. Короче, гроб, гроб, кладбище, гейм-овер. Но это пока биржа фан-пэй не появилась. Эти ребята вместо людей посадили роботов, чтобы те обработкой заказов занимались. Кормить роботов не надо, так что и комиссию за сделку установили небольшую. Потом прикрутили контроль безопасности, как гарант, только кидать не умеет. Ну и ассортимент расширили настолько, что магазинам только локти кусать остается. А главное, даже если у одного продавца нужный товар закончился, его можно попросту взять у другого. Короче, больше никакой головной боли. Только фан, профит и любимые игры. На прошлой неделе в рамках новостного формата был поднят вопрос о его целесообразности на канале, ведь его показатели продолжают снижаться, рост подписок стал практически отрицательным, а статистика лайков вызывает большие сомнения в реальной заинтересованности конечного зрителя. Удивительно, но по всей видимости, автор формата оказался частично неправ, и вам он нужен. Правда, заинтересованных оказалось действительно немного. Следовательно, если ситуация не изменится после сезона крови, мы объединим его со своим старшим братом, выходящим в субботу. Говоря же про сегодняшний день, нужно отметить, что на следующих выходных формат не выйдет. Это связано с тем, что автору необходимо отлучиться на некоторый промежуток времени по состоянию здоровья. Ряден шанс, что аналогичное видео не появится и через неделю, но будем надеяться, что до этой крайности не дойдет. В любом случае, если вы хотите, чтобы этот формат продолжал выходить и дальше, вы можете проявить свою активную зрительскую позицию и поставить ему свой крепкий, толстенький лайк, который станет не только индикатором вашей заинтересованности, но и поможет материалу продвинуться в рекомендованных. Кстати, с недавнего времени YouTube начал смотреть и на количество подписок после выпуска материала, что в итоге и легло в основу поднятого ранее вопроса, а поэтому подпишитесь, если еще не. Разработчики Activision Blizzard продолжают вести диалог со своей аудиторией, хотя три недели назад они сообщали, что планируют проводить кьюа-сессии каждую неделю. Что-то, видимо, изменилось, и в итоге ближайшийся анонс связи было решено назначить на начало октября. Точной даты в нашем распоряжении нет, но зато мы можем быть уверены, что в ходе него нам расскажут про предстоящий сезон Крови, и подробно пишут все нововведения, а также крупные исправления, которые появятся в клиенте. Кроме этого, предполагается, что разработчики немного проясняют судьбу персонажей на вечных мирах и определяют принципы переноса героев с миров первого сезона. В сети даже ходит слух, что их будут лишать золота, дабы его количество на постоянно действующих серверах не увеличивалось из-за допущенных ранее ошибок. Очень интересное интервью было взято командой GameSpot в ходе прошедшего Gamescom, где Род Фергюсон, глава всей франшизы Diablo, рассказал про их отношение к критике четвертой части серии и анализ отзывов аудитории. Представитель Activision Blizzard достаточно развернуто ответил на все интересующие нас вопросы, и в том числе прошелся по крайней провокационным, не оставив их в стороне. Так, по его словам, в сообществе витает скептический флер, согласно которому игроки ожидают ленивый рискин новых пяти боссов в сезоне Крови. Разработчики отмечают, что эти пять боссов будут частично совершенно новыми, но частично для них будут использованы уже существующие механики. Когда сезон Чумы был полностью готов, у разработчиков попросту не было никаких отзывов сообщества по поводу каких-либо проблемных моментов с сезонами. Их и не могло быть, ведь он еще не вышел в релиз. Именно поэтому было принято решение сделать двухмесячный период перед началом сезона, чтобы команда могла собрать отзывы, а это позволило, например, уже в первом сезоне реализовать общие алтари Лилиты, открытую карту. За прошедшее время с релиза команда тщательно отслеживает, как показал себе первый сезон и его составляющие. Внутриигровой магазин, боевой пропуск и прочее. Пока что команда в своем распоряжении имеет анализ только одной итерации игры, а когда будет запущен второй сезон, получит второй, совершенно новый источник данных. Работают ли примененные решения, как изменилось количество игроков, как часто они взаимодействуют с магазином и боевым пропуском. В сообществе также обсуждают тот момент, что у разработчиков было 10 лет опыта Diablo 3, а потому они должны были уже все знать. Рот говорит, что за 10 лет индустрия изменилась, игроки изменились, да и команда, создающая игру, тоже изменилась. В связи с этим разработчики создают четвертую часть серии методом проб и ошибок, постепенно улучшая состояние живой игры на основе своих данных и отзывов игроков. Руководство Diablo 4 понимает, что фанаты Activision имеют огромные ожидания от всех команд компании, ведь у нее десятилетия опыта, различные инструменты и обширные ресурсы. Сотрудники разных команд нередко делятся опытом друг с другом и поглядывают на происходящее с World of Warcraft, Overwatch 2 и другими играми компании. Тем не менее, создатели четвертой части делают акцент на том, что создание игры сервиса для них первый опыт в жизни. Да, есть несколько ветеранов создателей Diablo 3, но согласно недавнему внутреннему опросу, для большей части команды он является первым опытом в их карьере, и как следствие разработчики много экспериментируют и методом проб и ошибок смотрят, что работает, а что в общем-то нет. В своих будущих планах на игру команды акцентируют внимание в первую очередь на собранные данные и телеметрию, а также на отзывах сообщества, которые остаются на самых разных порталах. Однако в приоритете у команды официальные ресурсы, вроде форума игры или иных социальных сетей Diablo 4. Нередко в сообществе появляется крикливое меньшинство, в том числе состоящее из значительных инфлюенсеров и инфантильных личностей, которые начинают акцентировать внимание на каких-то определенных проблемах проекта или на том, что они лично видят как проблему. Разработчики стараются придерживаться информации, которую отображают их реальные данные и опросы при решении проблем, а не крикливого меньшинства. Текущее крикливое меньшинство состоит из игроков и создателей контента, которые играют преимущественно на 80-х сотых уровнях, но данные разработчиков отображают, что до этого этапа добралось слишком мизерное количество игроков, а потому в будущих сезонах в первую очередь будут вводиться нужные изменения для большей части аудитории. Разработчики не утверждают, что крикливое меньшинство постоянно игнорируется, ведь крайне редко, но все же оно оставляет ценные отзывы аналитику, которая в будущем позволяет команде создавать подходящие решения для спорных моментов игры. Однако эти решения иногда требуют очень большого количества времени на свою реализацию и оказываются полезны для незначительной части сообщества, что делает их малоприоритетными. Так или иначе, но разработчики не будут беспрекословно верить на слово и тут же приниматься за работу, а сперва сверят полученные отзывы со своими данными и важностью обнаруженного спорного момента прежде, чем готовить изменения или исправления, а также задавать им приоритет. Похожая ситуация возникла незадолго до выхода сезона Чумы и вскоре после него, когда Рот Фергюсон и команда пошли на поводу у самой шумной части сообщества, проигнорировав остальных. В итоге это привело к катастрофическим последствиям и полностью нарушило цикл разработки, ведь команда была вынуждена вносить мало кого интересующие исправления. Команда продолжит очень тесно общаться со своей аудиторией и сообщать обо всех краткосрочных и долгосрочных планах на те или иные вещи в игре. Но повторно такая ошибка допущена не будет, ведь выбранный вектор в первый раз оказался верным, а его смена была временным помутнением. Не глядя на то, что в Диабло 4 как будто бы совсем не было плюсов в день его релиза, они все-таки есть. Таковым можно отнести широкий функционал для людей с ограниченными возможностями. Удивительно, но Activision Blizzard добилась на этом поприще очень больших успехов, и на уходящей неделе мы стали свидетелями демонстрации этого момента. Если говорить конкретнее, то речь идет про экранного диктора. Вероятнее всего вы никогда не слышали про эту опцию в настройках, но она в реальном времени описывает все происходящее с вашим героем. Подсказывает сколько у него здоровья и ресурса, где именно он находится, какие враги его атакуют и сколько здоровья осталось у них. Более того, он описывает все происходящее на экране и даже зачитывает все имеющиеся тексты. Данная опция позволяет людям с плохим зрением или лишенных его, с относительным удобством проходить сюжет серии и приблизительно понимать, как именно выглядит то или иное событие. Вам может показаться, что это невозможно, но на самом деле это не так, ведь как уже было сказано, на уходящей неделе создатель контента по имени Рос Минор смог пройти четвертую часть Диабло, а он с самого рождения слеп. Игроку потребовалось достаточно много времени и сил для выполнения этого действия, но Лилит сразить все же удалось. На его прямых трансляциях можно было посмотреть в режиме онлайн, как он занимается этим процессом. Правда, работу Диктора вы там не услышите, ведь он был выключен для зрителя, дабы не создавать лишней шумовой нагрузки. Так или иначе, но по словам создателя контента, игра ему очень понравилась и он непременно посвятит ей время с приходом новых сезонов. Нам же остается только порадоваться за этого человека, ведь подобный игровой процесс действительно представляет из себя что-то невероятно сложное. Прохождение же всех актов и боссов вызывает неподдельное уважение. Ссылка с записью финального сражения будет в описании под этим видео. Хотя создатель контента и является представителем западного сегмента, мне как автору хотелось бы попросить вас перейти по ней и поздравить его. Мне кажется, подобные достижения не должны оставаться без нашего внимания. Активижн Близзард Безполезен в ситуации, когда игроки оперируют уже даже не миллионами, а миллиардами золотых при приобретении вполне стандартных предметов. Второе кажется интереснее, ведь он повлияет на опыт вашего персонажа. Да, он тоже будет начисляться с прибавкой в 25%. А значит персонажей можно будет качать быстрее. Крайне необычная неполадка застала одного из пользователей Диабло 4 в ходе путешествия по Санктуарию. Дело в том, что игрок столкнулся с любопытным визуальным эффектом, который окрасил все его навыки в ярко-алый цвет. Некоторые пользователи, с которыми он поделился этой информацией, сообщили о том, что это может быть каким-то эффектом от предстоящего сезона Крови, файлы которого уже наверняка появились в игре. Однако, как выяснилось в ходе длительного и крайне детального расследования, все оказалось значительно проще. Дело в том, что игрок получил эффект под названием Обогренный Кровью в зонах для сражения между игроками. Прежде чем он рассеялся, он посетил подземелье. При загрузке таймер сломался, и эффект стал перманентным. Пока в мире Диабло 4 практически ничего не происходит, а новые обновления не приносят такого удовольствия, как первый сезон Чумы, игроки решили сфокусировать свое внимание на анализе графической составляющей новой части серии. Некоторым из вас может показаться, что это далеко не самый подходящий период времени, ведь основная популярность и шум сошел, но на самом деле это буквально идеальный момент. Подавляющее количество игроков не испытывает иллюзий в отношении проекта и способна трезво анализировать увиденное, а поэтому авторам материалов не стоит переживать из-за массового осуждения. И если же возвращаться к сегодняшней теме, стоит заметить, что создатель контента Гауэнерх решил провести параллели между навыками волшебницы из Диабло 2 Резуректа и волшебника Диабло 4. Выводы каждый делает самостоятельно, но если опираться на мнение сообщества, которое уже успело посмотреть и высказаться на этот счет, кажется вторая часть пока что побеждает с большим отрывом. Знаете, на что больше всего жаловалась трезво мыслящая общественность первые дни после запуска Диабло 4? На огромнейшее количество ошибок в клиенте. Здесь стоит пояснить, что существует всего несколько типов неполадок, которые разделяют на три условные категории. A, B и C. Категория A это проблемы, которые считаются критическими и фатальными для игрового проекта. Они могут полностью блокировать прохождение, бесконечно закрывать игру или же сжигать видеокарты. Категория B это неполадки, которые не уничтожают ваш игровой процесс, а лишь сказываются на его восприятии. Проще говоря, летающие лошади, неработающие дополнительные задания или какие-то непонятные визуальные ошибки, мешающие погружению. Считается, что несколько проблем категории B приравниваются в профессиональной области к одной проблеме категории A. Категория C это мелкие оплошности, которые практически не влияют на игровой процесс и личный опыт конечного пользователя, а поэтому их неплохо было бы исправить, но это не обязательно и в целом может подождать. К таковым относятся некорректное написание заданий, застревающие существа вроде того же мясника или же неверное отображение предметов, если мы вспоминаем инцидент со шлемом некроманта на старте 4 части Диабло. Проблема в том, что на текущий момент Activision Blizzard задала весьма высокие стандарты, в которых наличие всех этих трех категорий на релизе является нормальным явлением и даже в лицензионном соглашении с конечным потребителем прописано, что компания не несет за это ответственности, мол ваши ожидания это только ваши ожидания. Последние три месяца мы видели, как команда старательно избавлялась от проблем категории A и B, весь процесс проходил на фоне, а поэтому по большей части мы его не замечали, за ворохом классовых исправлений и прочих правок. Тем не менее, один из пользователей Reddit решил внести ясность происходящее, и поэтому собрал все имеющиеся ошибки категории C в своем личном посте. Если говорить глобально, то 80% из них это проблемы с описанием предметов, текстом в заданиях, диалогах и названий существ. Причем встречаются они абсолютно на всех языках и зачастую никак между собой не пересекаются. Возможно вам интересно, сколько же проблем было найдено? На текущий момент игроку удалось обозначить целых 294 ошибки, и по его словам, он еще не завершил изучение двух последних актов. Также он обратил внимание на то, что изначально он не планировал публиковать их в публичном поле, но все его репорты, отправленные еще на стадии первого тестирования в марте 2023 года, были проигнорированы. Знаете, на этом канале обозреваются новости по Диабло 4 в том или ином виде, еще с начала этого года. Однако, то, про что нам предстоит с вами поговорить прямо сейчас, вызовет у вас или культурный шок, или, как говорят в народе, разрыв жопы. Дело в том, что Род Фергюсон, уже упоминаемый ранее глава всей франшизы Диабло, во время прошедшего ранее Gamescom, весьма активно делился данными из своей области. Так, по его словам, во время каждого этапа бета-тестирования, а также на запуске и с приходом первого сезона, разработчики фиксировали резкий всплеск активности среди игроков, что в целом является нормой. Вот только этот всплеск происходил не в сообществе четвертой части серии, и даже не в его целевой аудитории, где показатели были относительно стабильны, а в рамках Диабло Иммортал, которая за прошедший период времени существенно приросла аудитории. Более того, Род Фергюсон отметил, что некоторые, впечатляющий процент игроков, которые начали свое путешествие в Диабло 4, вскоре начали его и в Диабло Иммортал, а часть аудитории, которая по тем или иным причинам покинула недавно вышедший проект, полноценно перебралась в мобильную версию, которая ранее ими игнорировалась. По словам Рода Фергюсона, происходящее не только его удивляет, но и очень сильно радует, ведь ему приятно наблюдать, что аудитория оценила не только крупную новинку, но и существенно более локальный продукт, который ничуть ей не уступает. В связи с этим, число разработчиков, которые трудятся над Диабло Иммортал, уже было увеличено, и если тенденция с ростом сохранится, команда пересмотрит свой подход к проекту и может еще больше увеличить количество выпускаемого к нему контента. Пассивное рекламное продвижение сезона Крови уже началось, все разработчики Диабло 4 вовсю дают интервью различным популярным игровым изданиям. Так, упомянутый в прошлом пункте Род Фергюсон уже успел отметиться в диалоге с изданием ScreenRant, которому весьма подробно описал все происходящее во втором сезоне, а также поделился своими мыслями в отношении новых правок. Так, разработка сезона Крови, как и сезона Чумы до этого, началась с команды дизайнеров, которая придумывает наиболее интересные идеи для нового контента. Подходящая тематика должна, как предоставить игрокам свежий взгляд на отыгрыш своего персонажа в сезоне, так и дать возможность испытать очень сильную и захватывающую историю. Для второго сезона заготовили вампиров, как главную тематику. Вокруг них будет крутиться новый мини-сюжет, новая сила персонажа, окружение и косметика. Разработчики верят, что эта тематика попадает под все вышеописанные требования. Благодаря вампирской теме, каждый из пяти классов Диабло 4 получит в свое распоряжение особые вампирские силы, которые позволят игрокам составлять совершенно новые сборки, о которых ранее могли даже не задумываться. Разработчики отдельно отмечают, что сами персонажи игроков уж точно не станут вампирами, пусть и получат в распоряжение вампирские силы. Главной героиней новой сезонной кампании станет Эрис, которую озвучила известная актриса Джемма Чан. Она снималась в более чем 40 различных кинокартинах, включая Капитана Марвел, Трансморверов Последний Рыцарь и Шерлока 2010 года. Эрис охотница на вампиров, посвятившая всю свою жизнь этому ремеслу. У нее холодный и даже жестокий характер, вызванный пережитой ею травмой. Если быть точнее, то она незадолго до начала событий сезона Крови взялась себе на обучение других людей, чтобы они тоже стали охотниками на вампиров. Однако каждый из них оказался укушен вампирами и превратился в этих кровожадных тварей, из-за чего Эрис пришлось перебить всех своих учеников. Теперь она ищет помощи наших героев, которым не очень-то доверяет, из-за наличия у них вампирских сил, противостояния вампирской угрозе. Также, как было известно из анонса Сезона Крови, разработчики добавят 5 новых сложных боссов высокого уровня. Самым первым из них игроки смогут столкнуться только на 50-м уровне персонажа и выше. Самый сложный из 5 боссов имеет максимальный сотый уровень. Главная цель новых боссов дать игрокам возможность стремиться к определенным задачам на 50-м или даже сотом уровнях, а также позволить целенаправленно добывать определенные редкие легендарные аспекты и даже ультра уникальные предметы. К слову, игроки не смогут фармить этих боссов, как Баала или Диабло и второй часть франшизы. Разработчики создали особую цепочку действий, которую игрокам придется проделать, прежде чем запустить новое сражение с новым боссом. Причем каждый из 5 боссов будет отчасти связан друг с другом с точки зрения их призыва. Это позволит исправить проблему монотонности этих боссов, когда игрок приходит и просто раз за разом крутит однорукого бандита в надежде получить нечто ценное. Теперь у игрока будет более глубокий игровой процесс из нескольких дополнительных шагов, позволяющих призывать этих боссов, а также гарантированно получать один любой убер-уникальный предмет. Дополнительно будут внесены коррективы и в качество жизни пользователей. Изначально для Диабло 4 планировалось, что игроки будут каждый сезон с нуля прокачивать каждый из 6 пунктов известности. В сезоне Чумы игрокам позволили переносить уже открытые алтари лилит и открытые области карты. В сезоне Крови разработчики решили пойти еще дальше, и прислушившись к отзывам игроков, разблокировали все 5 бонусов известности на всю учетную запись, если они открыты хотя бы на одном персонаже учетной записи, хоть сезонном, хоть из вечного мира. Если на вашем аккаунте разблокирована вся известность, то в начале сезона Крови любой сезонный персонаж первого уровня получит 10 очков умений, 500 единиц к максимальному количеству обл, 5 к максимальному запасу зелий, 24 очков совершенствования, 70 к силе, 66 к ловкости, 68 к интеллекту, 68 к силе воли. Еще одним крупным изменением сезона Крови является добавление отдельной вкладки для самоцветов, что позволит им не занимать место в основном инвентаре, а также тайнике игроков. В инвентаре и даже в этом самом упомянутом ранее тайнике игроки получат не только более удобную автоматическую фильтрацию предметов, но и поиск по названию. Также разработчики сделают сопротивление к нефизическим типам урона гораздо более ценной характеристикой, чем это было с релиза Диабло 4, исправив ряд имеющихся в клиенте ошибок. Благодаря этим изменениям игроки смогут собирать своего персонажа таким образом, чтобы он был, например, практически невосприимчив к урону молнии, огня или другой стихии по выбору, в зависимости от бонусов предметов совершенствования. Дизайнеры обещают, что это изменение окажет очень большое влияние на игровой процесс. Главной же новостью уходящей недели стало анонсирование акции с распродажей различных игр в честь наступающей осени. С 29 августа и по 4 сентября, а это уже завтра, игроки получили возможность приобретать товары Activision Blizzard со скидкой до 67%. Команда Диабло 4 не осталась в стороне и заявила, что ей бы хотелось расширить количество фанатской аудитории, а поэтому проект получил временное изменение цены. На текущий момент приобрести базовые издания можно за 55 евро, Deluxe за 72 евро, а Ultimate за 75 евро, что соответствует скидкам в 22, 20 и 25% от изначальной стоимости. Стоит ли говорить, что на площадке нашего постоянного спонсора, FunPay, издание можно взять еще дешевле, и возможно это неплохой шанс для некоторых из вас. Ссылка, как обычно, по традиции, есть в описании. Уходящая неделя оказалась крайне богатой на события, и как вы можете заметить, разработчики Диабло 4 начали подготовку к предстоящему сезону крови. Да, он начнется только в октябре, но все необходимые процессы уже запущены. Кюа-сессия анонсирована, генеральный директор гастролирует по различным профильным СМИ, а команда вносит все больше узконаправленных исправлений. По всей видимости, впереди нас ожидают серьезные изменения игрового процесса, или по меньшей мере попытка это сделать. На текущий момент мы точно продолжим следить за ситуацией, ведь четвертая часть франшизы продолжает поставлять нам много интересных данных, за которыми любопытно следить со стороны. И если же вы играете, не переживайте. Актуальные новости, как и в прошлой неделе, можно будет найти на этом канале каждое воскресенье в 14.00. На этом я заканчиваю свое видео. Кроме этого, пожалуйста, не забывайте про подписку, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!